В эфире итоговый выпуск программы Букинформ. Я, Павел Белявский и корреспонденты информационного отдела расскажут о том, какими событиями была отмечена прошедшая рабочая неделя. Что интересного нового произошло в городе Бресте? Информационных поводов было достаточно много, а потому выпуск будет многоплановым и насыщенным. Коротко о главных событиях. Итоги года уходящего подвели депутаты и чиновники. В областном центре прошло совместное заседание Брестского областного комитета и сессия областного совета депутатов. Вопросов легких, простых на горячей линии от Брещан не поступает. Каждый для обратившегося человека глобальный. Задача представителей вертикали власти – решить их. Председатель Брестского горосполкома Александр Рогачук провел прямую телефонную линию с жителями областного центра. Поможем вместе маленькому Брещанину справиться с недугом и начать полноценную жизнь. Сбор средств на лечение Димы Киричуну продолжается. Прямо сейчас об этом и не только. Накануне в городе над Бугом состоялось совместное заседание областного исполнительного комитета и сессия совета депутатов. На повестке дня отчет об ожидаемом выполнении заданий социально-экономического развития области за 2016 и прогноз на 2017 год. В числе тем также исполнение и планирование бюджета. Участие в мероприятии принял председатель Совета Республики Национального Собрания Михаил Мясникович. Подробности в первом материале выпуска. Подходит к концу календарный год. Сегодня уже можно говорить, пусть не об окончательных, но уже отражающих общее положение дел в итогах работы. 2016 оказался непростым. Не все, что было запланировано, удалось реализовать. В своем отчете перед представителями депутатского корпуса губернатор региона Анатолий Лис подчеркнул, что работать в силу внутренних и внешних причин пришлось в условиях экономии. Но тем не менее области удалось создать определенный задел на новую пятилетку. Динамика положительна по большинству показателей. По некоторым Брещено лидер в стране. В их числе воловой региональный продукт, экспорт услуг, промышленное производство и сельское хозяйство. Как результат, темп роста выручки от реализации продукции, самый высокий среди регионов республики, составил на 1 ноября 113,5%. Экономикой области за 10 месяцев заработано 536 миллионов рублей чистой прибыли, что в 4,5 раза больше, чем в соответствующий период 2015 года. Налоги, перечисленные в бюджет, превысили полученные субсидии, а это 158,4 миллиона рублей. За счет этого сформировано около 2% объема валового регионального продукта. Его объем за 10 месяцев составил почти 7,5 миллиардов рублей. По некоторым направлениям высоких результатов достичь не удалось. К примеру, согласно плану, области необходимо было привлечь порядка 60 миллионов долларов в прямых иностранных инвестиции на чистой основе. Результат 9 месяцев – порядка 27 миллионов. Особое внимание данному вопросу уделил председатель Совета Республики Национального Собрания Михаил Мясникович. Хотел бы в первую очередь обратить внимание на прямые иностранные инвестиции. Это важнейший, я полагаю, из важнейших показателей социально-экономического развития, который определяет не только сегодня, что называется, градус развития, но и эта перспектива, эта конкурентоспособность экономики региона на перспективу. Брестская область имеет значительный потенциал для своего развития, и в этом плане хотелось бы задаться вопросом и выступающим, и президиуму, и депутатам, приглашенным, а также в студиях, как грамотно распорядиться этим потенциалом, который создавался и в советское время, и в последующий период, суверенного развития для эффективного социально-экономического развития Брещены. Прямые иностранные инвестиции, равно как и занятость населения и экспорт, останутся приоритетными направлениями и в будущем для всей страны в целом и для Брещены в частности, согласно утвержденной буквально на днях программе социально-экономического развития Беларуси на 2016-2020 годы. Вторым вопросом повестки дня стал областной бюджет. Он сохранит социальную направленность и на 2017 год запланирован с профицитом. С учетом утвержденных макрономических показателей отдельных изменений налогового законодательства, объем бюджета области на 2017 год определен по доходам в сумме 1,998 млн рублей с ростом 108,3% в текущем году. По расходам 1,995,8 млн рублей с ростом 107,7%. Бюджет в соответствии с законодательством сформирован с профицитом в объеме 2,2 млн рублей. Эти средства будут направлены на погашение ценных бумаг, приобретенных в этом году в рамках оздоровления деятельности хозяйств аграрного сектора. После представления основных докладов выступили представители депутатского корпуса. Они рассказали о том, что удалось реализовать и какие вопросы, касающиеся жизнедеятельности региона, решить. Подняли круг новых тем, требующих внимания. Ни одна из них не останется без рассмотрения. Депутаты также отметили детальную проработанность и реалистичность прогноза социально-экономического развития на будущий год. Не вызвало нареканий структура бюджета. За их принятие депутатский корпус проголосовал единогласно. Анастасия Стропко, Эдуард Бакунович, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Суббота – день проведения прямых телефонных линий. Руководители страны, областей, районов и городов общались с белорусами онлайн. Ответил на вопросы брещан и мэр города Александр Рогачук. Поступающие вопросы рассматривались по-деловому оперативно. Главное в такой форме работы как можно больше людей услышать, дать им возможность высказать наболевшее. В этом и есть суть прямых линий. А потому некоторые моменты Александр Рогачук разъяснял сразу. А это 22 обращения. Некоторые заявления были переданы на рассмотрение главам администрации. Но все обращения будут детально проанализированы. По каждому примут решение. На взгляд председателя Брестского госполкома такой формат работы полезен. Это очень полезное общение. Это живое общение вне зависимости от степени проблем, которые люди поднимают. Потому что для кого-то на самом деле главная проблема это лужа во дворе, для кого-то более серьезные инфраструктурные вопросы волнуют, для кого-то спор с соседом. Единственное решение этого спора это вмешательство органов власти. Поэтому полезна нормальная линия, чтобы войти в этот социум до самого-самого-самого низа. Что характерно для нынешней прямой линии? Во-первых, те проблемы, которые люди озвучивали, они нам известны. Прежде всего, конечно, это проблема ЗОВА. Это проблема от 32 людей, которые мы активно ищем варианты решения. Это серьезнейшая проблема, которая требует вмешательства всех заинтересованных служб уровня области. Есть поручение губернатора по данному вопросу. И мы ее очень хотим решить как можно быстрее. Но задача такая, чтобы решить этот вопрос в пользу людей. Другие вопросы. Вопросы благоустройства. Вопросы оформления города. Два звонка были позитивных с благодарностью в отношении органов власти. В принципе, это все правильно, полезно. Практика проведения прямых телефонных линий с руководителями области на Брещене довольно давняя. Уже более 10 лет каждый человек, у которого накопились проблемы, нерешенные по месту жительства, может обратиться к представителю городской вертикали и по мере возможности решить вопрос. С января 2015 года каждая суббота для чиновников стала субботой онлайн общения с жителями города. Кажется, за столь длительное время можно было решить все вопросы, но все-таки наболевшее, проблемное, личное еще осталось. И на взгляд горожан только мэр Бреста может решить нерешенное. А для руководителей прямые линии – руководство к действию. Можно видеть те изменения, которые происходят в городе. Практически ни одного звонка о режиме работы общественного транспорта. О чем это говорит? О том, что использование новых интернет-приложений, использование компьютеризации, диспетчеризации и так далее, привело к тому, что сейчас нет звонков типа «я простояла полчаса на остановке, нет автобуса, троллейбуса». Ни одного. Практически нет обращений по режиму работы торговых объектов. Да, мы пережили сложный процесс упорядочения этого режима. Практически ночных магазинов у нас в городе уже не осталось. Есть проблема функционирования точек общепита в вечернее ночное время. Но, наверное, самое примитивное решение было бы закрыть эти точки. Тогда мы закроем жизнь вечернюю города. Весь город, большой город должен иметь точки притяжения. Прежде всего, это, наверное, кафе и рестораны, что касается исторической части города. Ну и еще заметна та проблема, что люди видят, что город развивается и хотят как можно быстрее, чтобы именно к ним в переулок пришел асфальт. Хотя у нас 300 километров дорог требует асфальтирования. Абсолютно правильное и естественное желание людей. И я уверен, что мы их решаем системно. Вместе с тем, опять же, я повторяю, что вот эти прямые линии, они немножечко актуализируют, возможно, те темы, которые мы считаем, что они уже отошли на второй план. Так что я считаю, что эта практика себя оправдывает. На самом деле, нужное и полезное дело. Вы смотрите итоговый выпуск новостей на канале Бук-ТВ. Продолжаем разговор на актуальные темы. Акция по безвозмездному донорству продолжает набирать обороты. Только за эту неделю к ней присоединилось несколько десятков человек. Люди разных профессий, разных специальностей, разных сфер. Однако всех их объединяет одно – желание оказать помощь тем, кто в ней нуждается. На протяжении недели наша съемочная группа сопровождала в этой нелегкой, но очень почетной миссии представителей разных структур. Анастасия Ноздрин-Плотницкая расскажет подробнее. Когда узнал об этой новости, даже без раздумья, скажем так, записался, можно сказать, добровольцей. Для Александра Усейкина, военнослужащего Брестской краснознаменной пограничной группы имени Дзержинского, этот опыт донорства – третий. Два предыдущих были еще в студенческие годы. И также безвозмездно. И таких, как Александр, на очереди несколько десятков. Возможность быть полезным тем, кто нуждается в помощи. Практически все они сходятся в этом мнении. В том числе и те, кто как донор на процедуре кровосдачи в первый раз. Страшно было, потому что первый раз. И если посчитать, 400 мл – это где-то два стакана. Если представить это, то страшно так. Но пока все нормально, все хорошо. Участие в республиканском проекте по безвозмездному донорству вызвало особый интерес среди берестейских стражей рубежей. И это оправдано. Прежде чем поступить на службу, пограничники проходят серьезный отбор по показателям здоровья. Поэтому вероятность найти именно здесь хорошего подходящего донора намного выше. Желание стать безвозмездными донорами изъявило более ста военнослужащих войсковой части. Естественно, проводился отбор доноров. Для этого нужно хорошее здоровье, потому что есть очень много противопоказаний для сдачи донорской крови. Но наши военнослужащие – люди в основном здоровые, поэтому вопросов каких-то глобальных не было. Быть кому-то полезным и необходимым в трудную минуту. Смысл этих слов особенно понимает Владимир Антончик. Когда-то давно, также безвозмездно, кровь неизвестного Владимиру донора помогла спасти жизнь очень близкого ему человека. А потому, когда в части объявили о начале акции, выбор идти или не идти не стоял. Я дал себе слово, что я буду помогать людям столько, сколько я могу, и если мне позволят показания по медицинской линии. Безвозмездная сдача крови, она не только материальные какие-то блага или почет. Если ты что-то даешь, у тебя вернется. Я считаю, что добро должно быть бескорыстным. О том, как нужна кровь и ее компоненты для спасения человеческой жизни, конечно же, как никто другой, знают медики, которые также поддержали крупномасштабную инициативу. Желающих пройти процедуру безвозмездно было столько, что на областной станции переливания крови для врачей и в целом медперсонала были выделены отдельные дни. Кто-то приходил сам, а кто-то централизованно с группой из учреждения здравоохранения. Поддержали не только врачи, но и средний медперсонал, желающих настолько много, что мы, созваниваясь со станции переливания, назвали цифры, они сказали, давайте разобьем на какие-то недели это. Только из центральной городской больницы в этот день присоединились к безвозмездной акции 10 человек. Это представители администрации учреждения здравоохранения и заведующие отделениями. Медики, наверное, знают лучше кого-либо, насколько важно, насколько нужно, поэтому вопросов даже не возникло. Мы не всех взяли, скажем так, на эту акцию. Пока не всех взяли. Акция безвозмездная донорская помощь, поэтому мы все в нашей центральной городской больнице приехали. Ощущения никаких, лежим, сдаем, надеемся, что все пригодится. Не остаться в стороне и безвозмездно помочь тем, кто в этом нуждается. Задачу, которую ставят перед собой специалисты, чтобы уже к 2020 году, согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, выйти на новый виток развития медицины. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Андрей Щерба, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Новогодняя рождественская праздничная пора – время, когда как-то по-особому верится в чудо. В то, что в жизни все непременно будет хорошо. Верит в это и брестская семья Киричун – мама, папа и трое замечательных детей. 2016 год принес им суровое испытание. Серьезно заболел Дима, самый маленький из братьев. И сегодня семья держит настоящий бой против болезни. И делает это мужественно. Но в одиночку им не справиться. Лечение малыша требует больших денег, которых у семьи просто нет. Сегодня они обращаются за помощью к людям, неравнодушным к чужой беде. Брещанину Диме Киричуну два года. Как и все самые обычные мальчики в его возрасте, он активно познает мир. Любит играть, с удовольствием возится с машинками. Маленький непоседок, кажется, может делать сотню дел одновременно. Но вдоволь побегать, к сожалению, порой не удается. Во-первых, не всегда позволяет самочувствие. А во-вторых, в больничной палате, где малыш вынужден находиться достаточно часто, такая активность просто невозможна. У Димы нейробластом из-за брюшинного пространства с поражением лимфоузлов, костей и костного мозга четвертой стадии. Дима уже прошел шесть курсов химиотерапии и два сканирования MyBG. Уже в воскресенье малыш с мамой снова поедет в больницу, готовится к операции по удалению опухоли. После Диме предстоит еще MyBG-терапия, высокодозная химиотерапия, трансплантация костного мозга и иммунотерапия. Большая работа будет проведена в Беларуси, но, к сожалению, у нас можно сделать далеко не все. А лечение за рубежом требует денег. И если на сканирование средства уже удалось собрать, то на проведение иммунотерапии в немецкой клинике необходимо еще порядка 120 тысяч евро. Очень хочется обратиться к жителям нашего города и нашей области, чтобы поддержали семью, чтобы оказали посильную помощь, потому что сумма колоссальная, собрать своими силами у них ее не получится. И поддержите семью в борьбе за жизнь сына. Семья Димы благодарна всем, кто не остался равнодушен к их беде. Они признаются, что и сами не ожидали такого отклика. Киричину верят, перед таким натиском болезнь просто обязана отступить. Люди откликаются, ну, в наше нелегкое время откликается очень много людей. Очень. Даже не предполагали, что столько людей откликается на беду. Хотелось бы сказать большое спасибо всем, кто помог, кто еще поможет. И огромное человеческое спасибо всем, что неравнодушны к нашей беде. Помочь Диме и его семье может каждый из нас. Любая посильная помощь – это огромный вклад в здоровье и жизнь. Совсем маленького, но уже так много пережившего ребенка. Самый простой способ откликнуться – пополнить счет специального мобильного номера. Для сбора средств открытые счета в банке. Подробную информацию и документы, подтверждающие правомерность сбора, можно найти в интернете. Вбив в поисковике слова. Дима Киричун. Нужна помощь. Брест. О других событиях. В городе над Бугом состоялось традиционное торжественное открытие символа приближающегося года – главной елки Московского района. Мероприятие яркое и радостное собрало большое количество горожан, пришедших отпраздновать вместе долгожданное событие. Программа вечера каждый год удивляет оригинальностью. Этот не стал исключением. Гостей ожидало немало сюрпризов, конкурсов и призов – символов наступающего года. Администрация Московского района города Бреста постаралась на славу. Без праздничного настроения и предвкушения главного торжества не ушел никто. София Бережная расскажет, как это было. Москвичи знают не понаслышке. Праздник в их районе всегда яркое и зрелищное событие. Не побывать на нем, не увидя собственными глазами долгожданное открытие красавицы елки, не разделить с брещанами общую радость не представляется возможным. Таковы они во всем эти москвичи. Праздничная программа нынешнего года была насыщенной. Уже по традиции жители Московского района поздравил глава Вадим Кравчук. Подводя итоги года, вспоминая успехи и достижения, он поблагодарил всех, кто за этим стоит. Наслуги москвичей, деятельных и принимающих активное участие в общественной жизни, поощрены дипломами. По результатам 2016-го были определены лучшие дома, лучшие дворы. Высокую оценку заслужили воспитатели детских садов, преподаватели школ, руководители предприятий и многие другие. Очень приятно получать. Мы уже в третий раз награждаемся. Два года подряд нас награждали за новогодние украшения нашего дома и двора. Первый раз нам вручают диплом за наш дом. Ну, конечно, приятно. И все мы стараемся поддерживать дом в таком состоянии, в котором он есть. Что-то совершенствовать, что-то новое придумать для улучшения жизни наших, как и взрослых жильцов, так и детей. В этом году мы открыли спортивный зал для жильцов нашего дома. Калейдоскоп музыкальных выступлений, зажигательные танцы, песни, конкурсы для взрослых и детей. Появление сказочных персонажей – все это вместе с красочной иллюминацией и спецэффектами создавало ощущение приближения Нового года. Организаторы постарались для горожан. Жители Бреста это оценили. Хотелось посмотреть, как народ зажигает. Как народ зажигает. Интересный концерт. Спасибо огромное, кто это оформил. А сам праздник нравится? Конечно, очень нравится. Ждем Нового года. Каждый год ходим на этот праздник. Нам очень нравится открытие, елочки. Это очень приятно, весело. Не состоялось бы праздника без выхода главного героя. Деда Мороза его появление означало приближение кульминационного момента – зажение главной красавицы Московского района. Два, три, лошадь, гори! 2017 год огненного петуха. Он обещает быть еще более успешным и запоминающимся. С отличным настроением Брещане ожидают праздника. У каждого свои задумки, желания и цели. Все это сбудется, главное верить. И пусть на празднике кому-то не удалось получить в подарок символ года, не беда. Чудеса случаются, возможно, птица удачи еще попадет к вам в руки. Во всяком случае, москвичи в это искренне верят. София Бережная, Андрей Щерба, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. Все иллюзорно, кроме любви, сказал кто-то из классиков, пытаясь подчеркнуть, что все нас окружающее – лишь фантазия и выдумка. На самом деле чудеса могут стать не просто реальностью, а делом всей жизни. В преддверии новогодних и рождественских праздников мы бы хотели подарить Брещанам свою зимнюю сказку и познакомить с настоящим волшебником. Валерий Чулков – представитель плеяды брестских фокусников. Сегодня этого молодого человека можно увидеть на разного рода городских праздниках и мероприятиях. Удивительные возможности, которые открыл в себе маленький Валера еще в школьные годы, помогли молодому человеку быть сегодня одним из самых популярных иллюзионистов страны. Сложно даже было представить, что придет фокусник на нашу съемку налегке. На первый взгляд, никакого реквизита. С собой только небольшой дипломат. Однако в том, что это впечатление обманчиво, наша съемочная группа убедилась через несколько секунд общения. Сейчас я бы хотел показать небольшой фокус, который одинаково хорошо воспринимается и детьми, и взрослыми. Для этого нам нужно взять небольшой кусочек бумаги и сделать из нее вот такой вот замечательный шар. На вид он самый обычный, но из него можно сделать кое-что интересное. Если потереть его так, окажется, что он из пластелина. Смотрите, он удлиняется и в какой-то момент можно сделать целых два шара. Только опытный фокусник ловкостью своих рук может сотворить такие немыслимые вещи, что на минутку и правда начинаешь верить в некие магические силы. Ведь все происходит прямо на собственных глазах. Этого эффекта удалось добиться Валерию Чулкову благодаря собственному трудолюбию и желанию не просто удивлять, а по-настоящему завораживать. Еще в классе пятом я очень любил смотреть шоу Давида Копперфильда, которое показывали у нас на телеканалах. Отбежал со школы, чтобы спеть, посмотреть. Был в огромнейшем восторге, потому что тогда все это было в новинку, в декоринку. С каждым годом программ становилось все больше, и интерес подогревался, как соответственно, тоже больше. Рисолку что-то попробовать на друзьях, какие-то простейшие мелкие фокусы. И вот в этот момент, можно сказать, этот вид искусства захватил не из головы. Магия творчества, искусства и, конечно же, виртуозности завораживает. Неважно, сколько нам лет, появляющиеся из ниоткуда предметы, а потом вдруг молниеносно сгорающие в воздухе целиком и полностью захватывают внимание. Это поистине потрясает воображение на долгое время. Для Валерия Чулкова именно этот эффект, эффект неожиданного чуда, является высшей степенью проявления профессионализма. И полученное психологическое образование в этом случае как раз на руку. Идеальный возраст – это от 10 лет и старше. Но везде свои какие-то особенности. Подростки, они любят показать себя выше, чем они есть. Они пытаются распустить каждый фокус. Даже если не знают, они могут вот так скрутить руки, дуться, отказываться участвовать. Ну, приходится применять какие-то хитрости, которые получил в своем образовании. Фокусник – это человек, у которого правая рука всегда знает, что делает левая. Поэтому пока мы напряженно следим за тем, что движется видимо, невидимая сила уже вовсю готовит для нас новое чудо. Кстати, одним из секретов своего удивительного мастерства Валерий поделился и с нашей съемочной группой. Сейчас на ваших глазах мы попытаемся перевернуть ключ в буквальном смысле силой мысли. Анастасия Нездрин, Плотницкая, Эдуард Букунович, Антон Луговкин. Специально для итоговой программы. И это все на сегодня. Сразу после прогноза погоды вы окунетесь на нашем канале в мир киноприключений и документальных сериалов, так что не переключайтесь. Кто не успел увидеть нас в эфире, есть возможность посмотреть программу на сайте телекомпании booktv.by, а также на нашем канале в YouTube. Напоминаем, Бук ТВ вы можете смотреть в базовом пакете интерактивного телевидения зала, включив 111 канал. Я, Павел Белявский, с вами прощаюсь. Пусть новости в ваших домах будут только добрыми. 18 декабря погоду в Бресте будут определять фронтальные разделы, смещающиеся с Балтийского моря. В Бресте будет пасмурно и без осадков. В отдельных районах слабый туман и гололед. На дорогах гололедится. Температура воздуха минимальная ночью минус 1,3. Максимальная днем 2 градуса мороза. Циклоны, пришедшие в Беларусь с Балтийского моря, будут формировать погоду и в понедельник. 19 декабря в Бресте будет пасмурным, без осадков, с ветром умеренным, но холодным. Синоптики прогнозируют слабый туман и гололед. Температурный фон будет колебаться в пределах 0,2 градусов мороза в ночные часы и 0,2 градусов со знаком «плюс» в течение дня. Атмосферное давление существенно не изменится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин